На телестудию обратилась Людмила Гонькина, жительница Свердловской области. Она родилась, выросла в Автобинске. Здесь похоронены ее родные. Заказали памятник папе и заказали бабушке. Бабушке решили, по-русски говоря, сэкономить, железнодорожную обратились. Обратились туда, во-первых, как-то бумаги непонятно оформили, мы перед этим столкнулись с другой организацией, там четко было оформлено. Здесь в это 50 тысяч взяли. Потом оказалось, что лишнее это, ну, катаваси другая. Памятник мы заказывали дистанционно. Мы оплатили все, но без нас устанавливали они этот памятник. И получилось так, что они мне по интернету, по электронной почте скинули памятник. Я указала на ошибки. Месяц проходит два, он все обещает, что ошибки исправят. Нет. Приехали сейчас сами. Когда подошли к памятнику, сначала ничего не поняли. Сделано халтурно вообще? Ну, сделано. Сзади повернулись, там сзади совершенно другая фамилия. Чужой памятник. Они на старый памятник вперед залицевали, зарихтовали. Наши нанесли, а сзади забыли убрать. Обратились друг к гостям, они говорят, да, это бэушный, зарихтованный в это. Сейчас уже второй день пытаемся начальство, мы найти сразу не смогли. По телефону он недоступен, у него отвечают, что телефон не отвечает. В этот же день мы тоже попытались связаться с руководителями этой ритуальной компании. По указанному рекламе телефону. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. На следующий день на телестудию вновь пришла пострадавшая вместе с мамой. Ей стало легче после сердечного недомогания. Я в Эстонии живу, и поэтому подобного менталитета совсем другой. И подобного я бы даже не предвещала себе, не придумывала бы даже. Нету там такого. Не знаю, я очень огорчена, очень даже. Не знаю, как это. Лишь, надо же. Не знаю. Вообще не тут ни по слову. Шокирована. Шокирована, да, этим. Дальнейшие попытки выяснить ситуацию и успеха не имели. С руководителями агентства встретиться не удалось. А через их сотрудников передали им, что если их заказ не будет выполнен, согласно договора, они обратятся в судебные инстанции. А недавно в редакциях Тубинского телевидения пришла информация от Людмилы Гунькиной. Она сообщила, что памятник на могиле их родственников восстановлен. На этом можно было бы поставить точку. Так скажем, справедливость восторжествовала. Однако подобных памятников, некачественно выполненных одной из ритуальных компаний, с которой связались в свое время Гунькины, на местах захоронений много. Использован некачественный материал, непрофессионально выполнена работа. А что поделаешь, рынок и здесь правит балом. Заказчик идет туда, где цены ниже. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ